Добрый вечер всем! Я всех приветствую здесь, на второй части, которая посвящена текстурам. Сегодня мы рассмотрим все необходимые правила по текстурированию. Это будут даны основные вещи, которые мы должны соблюсти, которые мы ни в коем случае не должны допускать. Поговорим об ошибках и о законах, по которым мы должны либо делать наши изображения, либо проверять их, если мы заказчики. Ну сразу же давайте начнем, чтобы не тратить время зря. Итак, текстура. Первый, самый главный враг визуализации, визуализатора и заказчика это тайлинг. Что такое тайлинг? Это повторяющиеся элементы. Собственно, вот он подписан. Вот примерно такие, как сделано на диване, когда у нас наложена текстура и она имеет видимое повторение. Это могут быть швы, вот такие, как вот здесь показано. Это могут быть неровности в освещении. Например, вот здесь вот светленькое, вот здесь темненькое. Это могут быть перспективные какие-то проблемы. Сейчас мы обо всем об этом поговорим. Самое главное, самое важное запомнить для себя, что это ненормально. То есть, если у вас в визуализации такие есть проблемы, как показано вот здесь, это не пройдет. Ну, в любом случае, по крайней мере, внутренний ваш фильтр не должно проходить. Либо, если вы заказчик и вам присылают подобную работу, можете смело отправлять ее назад и не принимать ее. Человек просто либо не знает, как избавляться от тайлинга, либо не обращает на это внимания. В любом случае, это не то качество, которое должно быть в вашем портфолио. Потому что я думаю, что вы заказываете, в том числе, изображение и для своего портфолио. В общем, постарайтесь, чтобы вот этих вещей не было. Если они есть, немедленно научитесь от них избавляться. А как должно выглядеть изображение? Оно должно выглядеть примерно вот таким образом. Я показываю здесь кушетку. И на кушетке все ровненько, все четко, все аккуратно. Та же самая текстура, возможно даже, но она без каких-либо проблем. То есть не видно ни белых, ни темных пятен, ни соединения. Вот такие должны быть текстуры. Как этого добиться? Ну, есть несколько разных способов. Сейчас мы на этом останавливаться не будем. Если кратко, то вам нужно заботиться об этом заранее, желательно в 3D Max. До того момента, пока вы не сделаете визуализацию. Конечно, можно попытаться избавиться от тайлинга и позже. Но сделать это крайне сложно по ряду причин в фотошопе. Потому что у вас перспективы появляются, у вас появляется свет. И просто замазать там штампом не получится. Потому что у вас при хорошем качестве изображения, если оно не плоское, у вас будет не вот такая вот плоская часть, как здесь. Хотя и здесь она даже не плоская. Скорее всего, оно будет с каким-то градиентом света, с какой-то направленностью. И когда вы начнете замазывать из одной стороны в другую, чтобы избавиться от тайлинга, ничего не получится. Потому что свет будет тоже переноситься. И в том-то и сложность, в том-то и проблема основной тайлинга, что с ним практически нереально бороться на постобработке. Постарайтесь сделать так, чтобы его не было. Хорошо, если проблему обозначили, давайте теперь вернемся к ее вариантам. Один из вариантов – это тайлинг по масштабу. Давайте посмотрим пример конкретный. Когда у нас текстура вроде нормальная, вроде нормального разрешения, мы видим та же самая текстура наложена вот здесь. И здесь она смотрится в принципе симпатично. Согласитесь, никаких проблем нет. Просто деревянная текстура. Проблемы начинаются, когда у вас текстура наложена слишком часто. То есть мэпинг наложен по несколько на объекты. Здесь можно считать по 6, наверное, минимум раз на вот такую маленькую площадь. Здесь сразу же две у нас проблемы. Проблема с масштабированием, которая приводит в свою очередь к проблеме, к тайлингу. И это тайлинг от масштаба. Понимаете, что если масштаб вы исправите, вы избавитесь от этой проблемы. Для тех, кто до конца еще не понимает, что такое тайлинг, обратите внимание, вот эти одинаковые повторяющиеся рисунки. Самый лучший пример, кстати, знакомый, наверное, всем. Это тайлинг на советской плитке в каком-нибудь дизайне 90-х. Либо в санузле каком-нибудь на вокзале. Вот там может быть советская плитка, положена абсолютно определенным рисунком. С одним причем, который штампует на заводе. И даже не меняет местами. А вот тайлинг еще один вариант. Здесь он уже появляется не от масштаба. Обратите внимание, он появляется от перспективы. Очень сложно от него избавиться, когда у нас на одну и ту же плитку наложено, либо на один и тот же элемент геометрически наложена одна текстура. Какая бы она и не была идеальная. То есть сама по себе текстура может быть абсолютно не повторяющаяся. Вот они вроде качественно лежат. Но как только мы уводим в глубокую перспективу, как вот здесь у нас показано, у нас тайлинг практически неминуем. У нас система дает сбой. И любая даже самая клевая текстура получается с повторениями. Как от этого избавляться? Тоже есть множество разных способов. Один из них это использовать несколько текстур, либо поворачивать, либо... Ну есть множество способов. Давайте сейчас тоже об этом не будем говорить. Об этом у нас посвящен большой блок по визуализации. Ну либо вы сами можете знать эти вещи, если вы уже профессионал. Если начинающий, просто обратите на это внимание. Сейчас мы говорим о том, какие ошибки просто бывают. Вот этого быть тоже не должно. Это, кстати, одна из наших визуализаций. Сделано хорошим визуализатором. Действительно хорошим, с которым мы работаем. И он делает из свет... Это превью, да, чтобы вы понимали. Это превью для того, чтобы для оценки качества постановки камеры и всего остального. Вот на данном этапе непонятно, почему не была решена вот эта часть. Может быть, потому что просто это превью. Может быть, просто человек либо забыл, либо не успел. Но вот если это был бы финал, то это было бы недопустимо. Мы, естественно, указали ему на эту проблему и он ее дальше поправил. Желательно, если вы работаете, то чтобы этих проблем не было. Сами глазом фиксируйте все ошибки, которые возможны. И убирайте их до того момента, пока вы не отправили заказчику. Это будет очень круто. Следующая часть у нас посвящена тоже тайлингу. И здесь я показываю конкретную текстуру и тайлинг по освещению. Здесь очень хорошо видно те места, которые будут повторяться. Если посмотрим предыдущие места, вот у нас есть какие-то характерные рисуночки, которые повторяются снова и снова. Здесь то же самое. Если мы наложим эту текстуру, она у нас будет высвечиваться вот в этих моментах. Вот эти вот зайчики белые, они будут всегда видны. Буквально уже на второй текстуре, когда у нас будет 4 текстуры рядом, даже 2, они будут видны. Для того, чтобы их не было, старайтесь не выбирать вот такие текстуры. Да, она кажется, что выглядит реалистично, клево, хорошо. Но по факту все вот эти эффекты, они должны у вас получаться в сцене за счет материала. Ни в коем случае не за счет текстуры, которую мы используем. Потому что в единственном случае это возможно допущение, когда у вас одна текстура наложена полностью на одну поверхность. Когда у вас одна текстура на много поверхностей наложена, вернее, несколько шагов из этой текстуры, то это самое-самое плохое, что может случиться. Текстура должна быть равномерно, одинаково освещена по всей поверхности. Тогда не будет проблем. Это тоже один из способов решения тайлинга. Это у нас первая часть. У нас всего будет, сейчас скажу сколько, всего у нас по текстурам 13 позиций. Это была первая. Будьте очень внимательны с тайлингом. Один из злейших врагов в визуализации. И постарайтесь его не совершать. И, естественно, не принимать, если вам такое присылают. Следующая часть посвящена направлению волокон. Как можно увидеть и догадаться из нашего изображения. Вот с этой стороны. Правило гласит волокна. И вообще направление текстуры должно, особенно дерево. В основном это касается дерева, деревянных элементов. Оно должно быть всегда расположено по длинной стороне. То есть, если у нас идет сверху вниз длинная сторона объекта, то текстура расположена именно вот так вот, сверху вниз. Соответственно, вот здесь у нас проблема явно очевидная, когда внутри, в торцевой части наличника, она идет не в то направление. Есть исключения, действительно, но их очень мало. Есть специальный дизайн, иногда такой повернутый. Когда мы меняем направление текстуры. Но, уверяю вас, это не тот случай. Если так будет, вы об этом в любом случае узнаете. Дорогие решения, когда мы закладываем специально неправильное направление волокон. Чаще всего в 90% случаев все-таки следуйте правилу. Все волокна деревянные направляйте по длинной стороне. Очень просто. Проверяется вот длинная сторона, вот направление волокон, вот длинная сторона, вот длинная сторона. Ну и, соответственно, по двери то же самое. Обратите внимание, здесь вот еще один вид тайлинга. То, что мы в прошлый раз не отметили. Кстати, вот здесь он читается. Тайлинг по отражению. Когда вы соединяете текстуру с текстурой, с помощью кнопочки Mirror, то есть отражения, возникает вот такой тайлинг, когда у нас отражающие две поверхности, вот здесь видно, да, внимательно. Этого тоже быть не должно. Это неестественный получается рисунок. Старайтесь его избегать тоже. Это бонусом про тему с тайлингом. И вот очень хорошая схема, я надеюсь всем видно, которая показывает, как мы должны внимательно относиться к моделированию, к панелированию и вообще всему тому, что у нас есть внутри интерьера. Я не призываю каждый раз создавать с нуля вот такие объекты. У вас они должны быть подготовлены заранее. Ну, у нас, например, они даются в бонусах к курсу интерьера или экстерьера. Там их просто тонна. Можете сделать уже один раз одну панель, либо скачать где-нибудь. Главное, чтобы она была действительно качественной, как здесь показано. У нас здесь есть, вспоминая предыдущий модуль про стандарт качества по моделингу, в том числе вот эта панель, отверчает стандартным качеством по моделингу. У нас есть фаски, вспоминаем, у нас есть швы, у нас есть профиль с углублением. Все у нас четко, все у нас очень красиво сделано. Везде есть геометрические детали, которые были нам так необходимы. А в данном случае эта иллюстрация показывает нам, каким образом мы должны работать с направлением волокон. То есть вот направление волокна, так идет, вот направление, вот. Все они показаны, как есть. И, соответственно, вот здесь. Это очень просто делать, когда у вас моделинг сделан тоже отдельно. И вы можете просто разгруппировать эту часть, либо выделить ее как отдельный полигон спокойненько, и сделать до шва одно направление, после шва другое направление. Вот ничего сложного в этом нет, просто внимательность. И вот совершенно конкретный пример. То есть это 3D-шка была сделана. Обратите внимание, кстати, вот здесь тоже направление дерева по длинной стороне. То есть у нас высота больше, чем ширина. И, соответственно, направление волокон идет по длинной стороне, что тоже не случайно. Следующая иллюстрация того же самого, что я сейчас рассказал. Настоящая фотография из книжки сделанная. Не фотография, наверное, зарисовка больше. Вот она совершенно конкретно показывает, как работают те или иные текстуры, соединения, швы. Все это взято с референса. Вот, собственно, примерно с такого, в котором мы и работаем. Следующая часть. Третья. Это правило, которое гласит, что текстуры должны быть похожи на оригинальные. То есть желательно, даже идеально, чтобы они были сделаны с фотографий. Это очень хорошо. Ну, естественно, у вас фотографии, как мы уже знаем, чтобы отсутствовал тайлинг, они должны быть сфотографированы без явных световых частей, света, тени, чтобы было по минимуму. То есть, чтобы при большом масштабе оно не читалось. Либо быть просто большего масштаба, чем нужно. Чем больше поверхность, тоже может быть тем лучше. Но это уже части про внутреннюю кухню 3D Max. Для того, чтобы визуально это отличать, мы вот должны видеть примерно такую красивую картинку, похожую на реальное дерево, на фотографию. Кстати, вот как и здесь. Можно сказать, что это тоже очень клевая текстура. Она практически хорошая, фотореалистичная. Хотя это и, скорее всего, рисунок. Вот единственный минус здесь, это вот такая икра света тени, когда она здесь фиолетовая, а здесь желтая. Но мы не будем никогда эту текстуру накладывать на объект. Мы вместо этого сделаем свою модель. Поэтому нам это особенно не грозит. И мы понимаем в любом случае, что это иллюстрация. Но, тем не менее, по качеству, если мы берем, она должна быть примерно такое. Часто бывает, что начинают выдумывать. Делают либо процедурную карту, либо просто берут какую-то некачественную текстуру. Ну, я здесь просто привел для наглядности. Это может быть не обязательно с деревом связано. Это может быть связано с чем угодно, с металлом, со стеклом, с чем угодно это может быть связано, когда текстура некачественная. В данном случае вот эта попытка словно сделать дерево ничем хорошему не приведет, и качество у него будет соответствующее. Следующая часть, номер 4, посвящена хорошей детализации. Здесь, к сожалению, не очень видно то, что я хотел показать, из-за качества, которое сделал Визик. Но опытный глаз, взгляд, я думаю, у вас тоже может заметить. Ну, либо если не заметить, поверьте мне на слово. Вот эта часть, которую мы видим здесь отмечена, она сделана такой размазанной. Эта текстура, ну, на самом деле, текстура какой-то штукатурки, не суть, она похожа на имитацию кожи или чего-то похожего. В данном случае она очень сильно растянута, то есть большой масштаб, больше, чем нужно. И при рендере, особенно при большом разрешении, при финальном, она кажется размазанной, разблюренной. Вот этого тоже быть не должно. На объемной поверхности, такие как вот эти панели, нужно брать соответствующую объему текстуру. То есть ни в коем случае не маленькие. Иначе мы добиваемся вот такого эффекта, когда у нас все размазано. И вот буквально свежий пример тоже. Мы делали недавно, последний у нас выпуск. Долго боролись вот с этой текстурой. По-моему, даже здесь видно, что она размазана. То есть видно, что маленького разрешения взята сама исходная текстура. И это при разрешении вот этой картинки сейчас, в данный момент, 800 на 600. У меня сейчас 800 на 600 пикселей, то, что вы видите. Представьте, что будет, когда будет 4000 пикселей. Это будет просто размазанное пятно, которое ни к чему хорошему не приведет. В итоге мы эту картинку тоже заменили. Так вот, к чему я? К тому, что проверяйте все размазанные части заранее. И здесь уже больше опыт и работы визуализатора, потому что на превью очень часто бывает не видно всех этих размазанностей. Посчитав большую картинку, можно столкнуться с очень удивительным эффектом, когда у вас вдруг качественное изображение не получается по какой-то причине. Это вот может быть причина, что текстуры взяты меньше, чем надо. И особенно, если эта стенка будет не где-то в середине, и занимать не вот такую площадь, как она сейчас обведена, а где-то сбоку, и играть какое-то основное значение, или, может быть, на стуле, и тоже будет играть какое-то главное значение в композиции и вообще в постановке кадра. Это будет видно, и эта расплывчатость, ее надо убирать обязательно. Да, светильники висят действительно в воздухе. Это, опять же, превью, мы это все поправили. Мы об этом с вами говорили в прошлый раз. Поэтому, естественно, я не беру финальные картинки, я беру промежуточные варианты. Тут, кроме проблемы, которые я озвучиваю, всегда есть куча других проблем. Желтый свет, ну, много, множество проблем. Мы в данном конкретном случае, в каждый момент времени, мы общаемся только по одной ошибке, по одной проблеме. Иначе это в кашу перейдет и ни к чему хорошему не приведет. Так же, как вот это изображение, в принципе, здесь очень много разных проблем в моделинге, в свете, в текстурах и во всем остальном, но в данном случае нас интересует только текстура. Мы еще будем возвращаться к этому изображению в других наших описаниях. Сейчас мы в данном изображении говорим о том, что текстура должна быть наложена абсолютно на все объекты. То есть текстура обязательно на ткань, на подушку, на кресло, на стенку, везде. То есть если она где-то не наложена, это является ошибкой. Мы должны хотя бы базовую любую текстуру наложить. За исключением, есть исключение, конечно же. Это гладкие материалы разные. Пластик, металл, стекло на них можно не накладывать, которые дают отражение. Тоже это по визуализации множество различных допущений. Но все тканевые, все деревянные, стены текстурные, обязательно должны быть покрыты текстурой. В том числе и потолок, не забывайте об этом. В том числе и стены. Нельзя просто цвет оставлять. Это не очень хорошо сказывается на качестве рендера. И никогда не бывает гладких идеальных стен, гладкого идеального потолка. Когда у вас будет боковой свет, тоже к этому вернемся еще дальше, вы увидите полностью, как должна высвечиваться текстура. Когда вы моделируете, либо когда вы создаете сцену, вы никогда не знаете, где у вас будет свет. В данном случае видно, что подсветка наверху, по-моему, здесь вот идет сбоку. И при большом разрешении будут видны мельчайшие точки шероховатости. Это будет очень качественно. Это будет очень здорово для визуализации. Если наложенной текстуры у нас нет, то мы этого, соответственно, и не видим. Но не берите здесь сильно в голову, что картинка очень маленькая, а вам, может быть, не видно какие-то проблемы. То есть я знаю, что они там есть. Просто специально уменьшил картинки, чтобы они как-то загрузились. И представьте, что здесь нет текстуры, потому что здесь ее на самом деле нет. Здесь еще на этой картинке есть два момента важных, на которые я хотел обратить ваше внимание, о которых мы говорим позже. То есть кусочек про композицию. Посмотрите, как сливается спинка кресла и стены. Вот этого быть не должно. По композиции мы должны отделять светом, цветом, чем угодно. Отдельно, чтобы у нас были видны грани. Просто запомните это, мы к этому еще вернемся. И вторая часть – это такой помятый ковер. То есть какая-то такая немного неряшливость есть. Тоже желательно, чтобы этого не было так нарочито сделано. Желательно, чтобы все было практически идеально. То есть есть, должны быть какие-то небольшие огрехи, но не сильно много. Ну опять же тайлинг, как вы понимаете, вот здесь. Ну и так далее. Вообще ошибки везде стандартные. Потому у нас и родилась идея создать какое-то общее описание. Все ошибки на всех картинках практически повторяются. И как только о них, обо всех сообщаешь, они потом выбираются. И получается классное, красивое изображение. Следующей нашей частью является особое внимание мы должны уделять торшерам. Я говорю про сами торшеры и про ее текстуры. То есть просто вот как сейчас видите, даже вот картинку я делал. И даже я здесь тоже забыл. Ну и тоже забыл, поторопился, наверное. Может быть забыл, я уже не помню, достаточно давно это было. Сделать текстуру. Либо просто она ушла за счет того, что это самосветящийся какой-то объект. Что тоже неправильно. Мы в материалах тоже об этом поговорим. Здесь не очень хорошо видно, но как пример дано, что видите, good текстура. То есть здесь от текстуры на изображении действительно торшер сам. И на нем виднеется какая-то ткань. Так вот, на всех торшер у нас по-любому должны быть наложены ткани. Нельзя оставлять просто белую поверхность. Ни в коем случае. Накладываем обязательно. Вот хороший пример из последнего тоже нашего потока. Сделанная визуализация. Здесь проблема с бэком тоже, да. Для тех, кто изучает дополнительные ошибки, тоже мы об этом поговорим немножко позже. Но вот идеально, наверное, вот эта составляющая, вот эта идеальная часть является для покраски торшера. Почему идеально? Потому что у нас видно градиент. Вот у нас лампочка, она светится. У нас светится она равномерно от центра вниз и вверх распределяется. У нас видно какое-то движение света внутри. Видно, что это щели. И у нас, самое тоже еще интересное и важное, видна даже маленькая щелочка. Вернее, не щелочка, а наоборот, уплотнение, которое соединяет у нас два, ну, стык. Это действительно так и есть. Это уплотнение, оно не очень хорошо смотрится, даже, вернее, плохо смотрится в реальность. Но оно есть и оно на всех практически торшеров присутствует. Поэтому оно действительно тоже есть. И здесь неплохо сделано, что оно тоже в конце, то есть спиной повернуто. К зрителю, я имею ввиду, к первой, к основной стороне, с которой мы смотрим на торшер. Вот эта часть, давайте уберу все свои пояснения. Вот идеальный торшер, он вот такой. Просто запоминаем его, сохраняем куда-нибудь и понимаем, что это очень круто. Вот здесь уже хуже, и здесь уже хуже. Здесь, ну, нельзя сказать, что пересвет сильнейший, потому что вот сбоку видно какие-то такие части геометрии, которые светятся отлично в центральной части. Если здесь абсолютно белая, то здесь какие-то вот есть оранжевые части. Но вот если уменьшили бы здесь мощность и сделать ее такой, было бы гораздо круче. Поэтому вот так не должно быть, здесь ставим минус, а вот это вот идеал. Так очень хорошо. Ну, и люстра, соответственно, тоже очень хорошо сделана вот этим. Следующая часть посвящена масштабу. Масштаб текстуры должен быть правильным. Он не должен быть ни маленьким, ни большим, ни растянутым, ни сжатым по одной из сторон. Конкретные примеры. Давайте посмотрим. Та же самая текстура дерева. Ну, вернее, не та же самая, которая у нас была, а немножко другая. Но, тем не менее, просто текстура дерева. В одном месте она в целом наложена неплохо на шкафчике, но совершенно ужасно она наложена на дверь. Просто масштаб не тот. Я не говорю про направление волокон, да, вот этих на окнах. Тут тоже, ну, может быть, неправильно это у нас тоже в другой части было. В данном случае обращаем внимание на масштаб. Если вы накладываете текстуры, одну и ту же текстуру на несколько объектов в сцене, она обязательно должна быть на всех объектах сделана одного масштаба. И на двери, и на шкафчиках, и на окне, и на столе. Причем даже на столе вот оно здесь тоже другого масштаба. Будьте к этому предельно внимательны. И также хочу обратить ваше внимание на кирпич. Кирпич просто гигантский тоже здесь. Есть стандартный размер кирпича. Он здесь сразу в полтора больше, чем нужно. Тоже будьте внимательны с этим. Как мы с вами говорили, не обязательно кирпич делать текстуры в первом блоке про моделинг. Особенно, когда текстура сделана неправильно, когда цемент у нас выходит, хотя он должен заходить. То есть бамп наложен неправильно. Ну, даже если сделано так, то как минимум должен быть правильный масштаб. Правильный масштаб очень важен. И вот следующий дополнительный вариант, следующее изображение. Одна и та же текстура наложена слева и справа. Какая разница, да? Видна. Это текстура штукатурки декоративной. Слева и вот здесь наложена она по правильным размерам. А справа она раз в три, наверное, больше, чем нужно. Соответственно, таких вещей тоже быть не должно. Одна текстура в одной сцене одного размера. Следующая часть посвящена тоже масштабу, но не то что масштабу, а пропорции. Опытный взгляд дизайнера и опытного визуализатора увидит, что в данном случае текстура Onyx, наложенная на колонну, поехала. Она растянута по горизонтали. Видно, что круги вот эти пошли вот такие вот в растянутую часть. Даже можно сравнить с боковой частью. Вот здесь наложено все правильно. То есть на боковой части Onyx, в принципе, неплохо смотрится. А по центральной части видно, что она размазана поверх, снизу вверх. Это не очень хорошо. Ни в коем случае так не делаем. Еще один пример, когда мы накладываем изображение в текстуру на какой-то объект, будь то телевизор или картина, вот как в данном случае, или постер. Будьте внимательны, посмотрите, как растянуто изображение. Это самый такой адский пример, когда вертикальную картинку размещают горизонтально и вроде как ничего, да, и оставляют, в полном серьезе пытаются сдать. Не делайте, пожалуйста, так никогда. Вот еще один пример. Я не знаю, видно ли выраженным глазом или нет. Уверяю вас, дизайнер, по-любому увидит вот эту растянутость. Если вы визуализатор, то вам надо развивать кругозор, если вы, не то что кругозор, насмотренность, внимательность и понимать реальный масштаб. Этим можно добиться, если вы будете постоянно наблюдать разные эффекты и вообще, ну, стараться не просто что-то делать, а развиваться в этом направлении. Ну, дизайнеров здесь не удивить. Мне кажется, дизайнерам по композиции сразу видеть, что что-то не так. В данном случае тоже растянуто по горизонтали уже. И чтобы картинка была хорошая, ее нужно сжать, соответственно, тоже по горизонтали. Проверить очень просто, особенно, когда у нас картинка вот такая конкретная, это же не текстура Сталинга. Это просто картинка, у нее есть своя высота и ширина, определенная уже заданная пикселями этого изображения. И у нас эти пиксели изображения должны сохранять такую же пропорцию, как и на стене. Я не знаю, почему так сделано было. То ли по невнимательности, то ли поторопились, то ли еще почему-то. Но, тем не менее, это очень частая ошибка. Мне кажется, это проблема именно с видением. С видением того, как можно, а как нельзя делать. То есть, что вот это вот плохо. Кто-то это видит, а кто-то не видит. Что вот эта часть, это ужасно. Или вот эта часть имеет проблемы. Если вы не видите, если то, что я сейчас рассказываю, как бы вы не сразу восприняли, вам это не режет глаз, то обязательно нужно что-то делать в своем развитии для того, чтобы отсекать возможные проблемы в дальнейшем. Следующая часть посвящена бэкграунду. В общем, бэкграунд у нас является одним из основных, может быть даже, ну не центральным, но да, центральным, наверное, элементом декоративной части по нашему изображению. Он виден, он привлекает внимание, оттуда идет свет, он в любом случае является каким-то таким вот связующим звеном или акцентным элементом, называйте как хотите. В общем, бэкграунд важен. Если мы показываем бэкграунд, то он должен соответствовать некоторым правилам. Давайте про них поговорим. Что у нас должно быть? У нас должна быть соблюдена высота, пропорция, яркость, адекватность изображения, горизонт должен быть на нашем месте и яркость желательно выставлять по экспозиции между взглядом человеческим и между тем, как фотографируют в данном освещении фотоаппарат. То есть что-то между. Не как человек видит, потому что у человека будет достаточно темное на картинке, но и не как фотоаппарат делает, потому что тогда будет абсолютный засвет и все будет практически белое. Делаем нечто среднее. В данном случае бэкграунд в целом построен и показан неплохо. Единственный минус, я назвал это адекватность происходящему, бэкграунда, что вот в такой современной, вернее классической, современном новом доме, классическом интерьере, мы видим какую-то, я не знаю, то ли школу, то ли непонятно что вообще, какой-то парк. Вот это изображение сразу наводит на мысль, что такого быть не может. Ну, очень сложно себе это представить и вводит какой-то диссонанс с реальности. Точно так же, когда делают, например, не знаю, небо, например, за окном, или, наоборот, горы и ландшафт в городской местности, или наоборот, когда у нас городская местность, делают лес. лес, тоже это очень неадекватно получается происходящему, и так тоже лучше не делать. Бэкграунд, как правило, выдает заказчик, если не выдает, вы можете всегда спросить, что должно быть на бэке, и уже добиться хорошего качества, конкретно по бэку. Следующая часть, касаемая бэкграунда, и она касается даже больше, наверное, ну, не самого бэкграунда, как такового, а визуального воплощения и текстуры, наложенные на нем. Бэкграунд у нас может быть, как в противовес всего изображения, это стиль подачи, мы об этом тоже еще поговорим в отдельном нашем блоке, и, ну, который будет касаться стилевой подачи, как мы хотим. Но в данном конкретном случае, сейчас мы это затрагивать не будем, просто я вам такую наметочку дам по бэкграунду. Он может быть, как в противовес, то есть контрастным элементом, вы видите, что все здесь такое белое, бежевое, ну, такое очень мягкое, и бэкграунд является таким ярким пятном, он привлекает на себя внимание, сдаёт определенную атмосферу. Я не буду сейчас говорить, хорошо это или плохо, это стиль, к которому мы придерживаемся. Это может быть и либо так, еще один пример, вот здесь, бэкграунд является тоже сильным, активным, ярким элементом, который привлекает уже к себе внимание и отделяет весь остальной интерьер, все остальные предметы мебели и обстановку на своем фоне. То есть у нас есть какой-то фон. Так же, как в предыдущем случае. Это стиль подачи. Давайте его сейчас запомним. Второй стиль подачи является, когда бэкграунд не читается. Ну, то есть он вроде есть, но он не привлекает на себя никакого внимания, он является таким как бы белым запасным пятном, и всю остальную роль на себя берет уже внутреннее пространство, помещение, и мы практически не акцентируем внимание на него. Как делать? Можно и так, и так. Стандарты качества поддерживают. И первый, и второй вариант. Я просто рекомендую, что вы, если будете делать визуализацию, желательно спросить у клиента, какой стиль вы хотите. Простили еще раз, мы поговорим чуть попозже, там будут еще стили подачи, тоже, которые приемлемы, которые могут быть. И если вы заказываете визуализацию, соответственно, тоже укажите лучше исполнитель, чтобы у вас не было сюрпризов, что вы видите свою картину такую гладкую и мягкую, а исполнитель присылает контрастную и навороченную. Еще раз говорю, в стиле об этом поговорим. Вот это совершенно замечательная фотография, тоже, ну, я имею в виду интерьер красивый, Тарас прислал, работал над подобной сценой, делал на последнем нашем курсе визуализации, Тарас Белик, по-моему, да, называется, имя, фамилия, человек, который прислал данную работу, никто сделал, кто прислал. И здесь тоже бэрраунд у нас отвечает общей атмосфере и сочетается с общей атмосферой. То есть мы видим, что у нас бэк какой-то осенний, красивый, какое-то озеро там, и все так немножко в тумане. Соответственно, весь остальной интерьер у нас примерно такой же. Вот это два разных стиля, две разных подачи, которые у нас могут быть, и которые и та, и та, она приемлема. Следующая часть, очень частая ошибка, очень частая, это местоположение бэкграунда по высоте. Он может быть как выше, чем нужно, в данном случае он сейчас выше, чем нужно, сделан, и вот я здесь указал, комментирую работу, что его нужно опустить. Это, наверное, тоже, можно сказать, что все ошибки номер один здесь, то есть их совершают не по два, по три раза случайно, их сотнями совершают люди ежедневно. И я выделил именно самое важное. Будьте здесь очень внимательны, обязательно проверяйте высоту, на которой должен быть установлен бэк. Здесь такая же ситуация, как и с пропорциями, с масштабом, она не очевидна для визуализаторов, которые не имеют в этом опыта, но сразу же бросается неверная постановка. Бэка по высоте сразу же бросается в глаза заказчикам, дизайнерам прям очень сильно, и создает впечатление, что визуализатор просто не очень качественный, к сожалению. Поэтому для визуализаторов, в первую очередь, развивайте свой глазомер, чтобы четко отслеживать высоту позиции бэкграунда. Есть другие вещи, способы, как технически это проверить. Опять же, в 3D Max это достаточно легко. Другое дело, что все это знают, но многие это знают, как проверить высоту бэкграунда. Просто мало кто этим пользуется, в силу того, что просто не понимаешь, что какая-то ошибка, какая-то проблема. Вот еще один характерный случай, здесь очень низко. То есть, казалось бы, да, ну просто дай по высоте нормальное решение, и все, у тебя будет идеальный интерьер. Нет, надо ниже, чем нужно сделать, и зачем-то так оставляется. Будьте внимательны, еще раз говорю. Следующая ошибка, то, что мы говорили с бэкграундом, насколько красивый интерьер получился, да, согласитесь, очень все мягко, здорово, клево, но посмотрите, какой ужас у нас происходит в окнах. Непонятно, что, то есть, лучше бы они были все белые. Как определить высоту? Высота – это точка схождения. если вы продолжите, высота бэкграунда всегда высота человеческого глаза, то есть высота камеры, с которой вы смотрите. Проверить можно вот таким образом. Соедините две точки с хода, вот у вас одна и вторая, раз и два, у вас они пересекутся где-то, вот это будет высота бэкграунда. Второй вариант – это по высоте камеры, то есть где вы стоите, можно плоскость продолжить в бесконечность. Еще один вариант, ну и посмотреть, где она с бесконечностью сходится. И еще один вариант, в 3дмаксе есть там кнопочка «Показать горизонт». Прямо конкретно можно показать горизонт и увидеть на своем изображении, где у вас горизонт есть. Следующая часть, вернее, не следующее, а продолжение бэкграунда – это соединение. Обычно у нас бэкграунд делается текстурой определенную. Ну вот я часто использую лес, всем тоже рекомендую. Я его сделал один раз, сшил в такую бесшовную, бесстайлинговую текстуру, и вот можно им пользоваться. Но иногда бывает вместе стыка одной части леса, одного края и второго, этот разлом происходит именно на окне. Ну такое случается не часто, но бывает. В данном случае это случилось, внимательно за этим следите, нельзя так оставлять, надо двигать. Бэк свой, чтобы у нас было все четко, все аккуратненько. Ну вот как здесь, например. Следующая проблема с бэкграундом, вы видите, бэкграунд – это одна из таких основных у нас позиций в текстурингу. Но не можем мы никак его сделать нормально, куча-куча всяких ошибок, куча проблем. Посмотрите внимательно. Вот конкретно, тоже, из-за работы участников у нас мы делали вот такую сцену. В итоге эта сцена была сделана, она получилась качественной, ее можно посмотреть в результатах выпускников. Хорошая сцена получилась, то есть это один из промежуточных этапов. Обратите внимание на темный бэк, хотя девушка, которая делала эту работу, сама приложила вот это, вот это изображение как референс по настроению, по освещению. И какой здесь бэграунд, в хорошей качестве, такой синенький, чуть-чуть видно, что оттуда свет идет, солнечный, колок-баланс работает. И какой здесь угрюмый, темный и, ну, в принципе, до невозможности какой-то такой скучный. Не может такого быть, просто по законам физики такого быть не может, потому что законы физики подсказывают, что свет основной идет из окна. То есть, соответственно, там должно быть явно светлее, чем у нас внутри. То есть бэграунд, запомним, всегда ярче, всегда насыщенней, чем у нас внутренность. Всегда должно быть видно, что оттуда поступает основной свет. Это основная задача. Хотя, вот, взяв это изображение, в целом, все оно остальное, все неплохо сделано. И хороший дневной вид получился, только бэг поправь, и все, будет все клево. Следующая часть с текстурами. С бэграундами, я надеюсь, все поняли. Есть несколько ошибок, которые могут быть. Мы их сейчас все перечислили. Высота, адекватность, место, яркость, стыки, что еще? Растянутость, или, наоборот, суженность слишком сильная. Масштаб. Следующая часть, десятая позиция по текстурам. Обратите особое внимание стыкам тканей и мягких других поверхностей. Для примера, конкретно, вот это кресло. Когда у нас ткань имеет какой-то рисунок, определенный, направленность, мы должны проработать, в том числе, и стыки. Когда у нас мэппинг должен быть наложен качественно и правильно. Не могут вот так сшить кресло, когда у нас направление волокон. Три волокна у нас так и так идут, а два волокна идут вот так. Программа 3D Max просто не знает, как мы хотим, что это кресло. Нам здесь немножко надо вручную ей указать, помочь. Сделать так, чтобы текстура у нас наложилась качественно и верно. Таких вещей тоже быть не должно. Мелочь, но важная мелочь. Следующая часть, это 11 пункт. Желательно, чтобы текстура была наложена на каждую часть геометрии отдельно, используя определенный рандомайзер, наложение текстур. Это сложный пункт, сейчас я попытаюсь его объяснить. Причем они должны быть наложены на объект, не повторяющийся части. Если объект все-таки большой, как в данном случае, пол, или в следующем у нас будет картинка показана, вот и такой вот пол, на котором наложена текстура, одна, то это должно быть все равно сделано реалистично. Теперь, что такое я вообще рассказал, с чем это едят. Многие сейчас вообще не поняли, что я сказал. Попытаюсь на примере вам показать, и тогда, наверное, переслушав то, что я только что сказал, будет более понятно, что я имел в виду. Вот возьмем текстуру. Она наложена в данном случае, одна текстура наложена на весь объект. Вот этот объект, и вот она, одна текстура деревянная. Вроде бы нормального масштаба, вроде бы все хорошо, но такого быть не может. То есть, не может быть физически шкафы, вот такие, здесь видно деление даже шкафов, и на них наложена одна текстура полностью. То есть, так никогда не бывает. В идеале, у нас должно быть наложено на каждый шкафчик отдельно эта же текстура. Да, может произойти таллинг, естественно, как мы с вами понимаем, это может быть видно, но это уже другая проблема, которую мы должны будем решить отдельно. Тайлинг от этой текстуры должны будем убрать. Но вот полностью накладывать одну текстуру дерева на весь объект лучше не надо. То же самое мы видим на полу. Обратите внимание, пол сделан вроде бы неплохо геометрией. Вот у нас есть прям стыки конкретные, но текстура наложена тоже на весь пол. Она мало того, что растянуто, как мы видим, она наложена еще и с переходом. То есть, у нас текстура не на одну доску лежит, на вторую доску другая текстура, а у нас одна текстура растянута вообще на всю поверхность. И у нас глаз не читает то, что есть вообще вот эти доски, что у нас есть разделение между ними. У нас читается все как одно сплошное полотно из дерева. Такого быть тоже не может. Идеальный способ наложения текстур на объекты, когда на каждый объект, если мы возьмем дерево, наложена какая-то своя плашечка, своя текстура. Здесь одна, здесь вторая. Она может быть та же самая, но немножко подвинута. Здесь третья. Есть замечательный плагин. Можно вручную это сделать, можно плагинчиками работать в 3D Max. В общем, узнаете, как это делать, если вы не знаете. И накладывается на всю геометрию полностью текстуру. Единственный возможный случай, вот второе мое утверждение, что все-таки так можно делать, я даже рассказывал, как это делать, и даже показывал. Это когда у нас не явно выраженная текстура, как дерево, а вот, например, мрамор. То есть в ней нет каких-то явных волокон, нет там какой-то вообще закономерности. Мы здесь видим, что вот эта текстура мрамор только потому, что мы видим целиком весь объект, целиком весь пол, ну вот на равном расстоянии. Когда мы встанем куда-нибудь сюда в край комната, мы никогда не догадаемся, что эта текстура какая-то общая, как в случае с деревом. Вот в этом случае это допустимо. То есть вполне, особенно если она качество хорошего, если мы понимаем, что вот это вот изображение мрамора действительно большого разрешения, тогда это можно делать. Чтобы не было каких-то конкретных характерных частей. Надеюсь, понятно, то, что я объяснил. Это такие уже, может быть, такие слишком детальные вещи, но тем не менее, они происходят. Вот, собственно, вот они примеры. Это не единственный пример. У меня с десяток таких картинок, и я решил, раз уж это происходит не один раз, больше одного раза, то лучше это как-то тоже зафиксировать и описать. Следующая часть у нас посвящена, предпоследняя часть посвящена одиннадцатый пункт, а нет, двенадцатый пункт, секундочку, двенадцатый. Этот пункт посвящен дефектам, грязи и каким-то таким включением, элементам, которые не сильно желательны, которые вроде бы мелочи, но они не сильно нужны. Что вот здесь смущает? Все вроде хорошо, так, кто-то двигает, что ли? Или я двигаю? Или я случайно двигаю? Все вроде бы хорошо, такое симпатичное изображение, но обратите внимание, вот на данный стиль у нас не подразумевается каких-то ну, каких-то щелей, каких-то потертостей лишних. У нас нормальный, хороший, стандартный текстурный без каких-то изъянов. Но вот здесь вот у нас, здесь, вот здесь на текстуре мы видим сучки. Тучков тоже желательно избегать. Здесь мы видим слишком уж явный шов бетона, прям перебор. Ну, то есть он может быть действительно, это бетон открытый, но слишком он явный, то есть в данном случае он прям, его надо чуть подмазать. Вот какие-то вещи, которые вы увидите в текстуре, которые будут противоречить интерьеру, лучше убирать заранее. В данном случае я просто акцентировал внимание на двух эффектах. Вот еще один эффект, специально добавил именно эту сцену, тоже она одна из последнего, когда у нас все вроде бы клевое, тут какая-то щель появляется, совершенно не подходящая по стилю. Просто убираем их. И последний пункт, пункт номер тринадцать, он тоже немножко касается тайлинга, вы видите, здесь у нас плиточка такая, лежит серенькая, с определенной текстурой, определенным бампом. Вот здесь тайлинга не видно, вроде все нормально, все красиво, хорошо, она лежит, здесь есть какие-то щели, вот здесь щели горизонтальные, вертикальные. Тайлинг уходит дальше, когда мы видим перспективу, наш знакомый уже тайлинг по перспективе, того тоже быть не должно, мы с вами знаем, вот эти повторяющиеся элементы, но самое главное не тайлинг, тайлинг мы уже обсудили. Давайте теперь обсудим отсутствие швов, вот здесь мы видим швы, они у нас хорошо читаются, а здесь, к сожалению, мы видим только швы в одну сторону, то есть прочертил ленивы рядом, швы у нас только уходящих перспективу, раз и два, причем они такие активные, а горизонтальных швов у нас нет вообще. И в итоге, что мы получаем? Мы теряем саму суть этого полового покрытия, с левой стороны она у нас осталась, мы видим, что эта плиточка с правой стороны это просто какие-то горизонтальные, вертикальные линии уходящие вдаль. И это одна из проблем работы с текстурами, когда она у нас уходя вдаль теряется. Именно это тоже одна из составляющих, почему я говорил вам делать в основном желательно геометрии все элементы. То есть тогда бы, если мы делали геометрии, скорее всего, у нас бы швы все равно читались. Просто помните об этой особенности при текстурировании. Уходя в перспективу, вы можете терять качество изображения, потому что швы не будут читаться. Ну вот, в общем-то, и все. На текстуры у нас тоже немало времени ушло, я сейчас смотрю, но я думаю, это тоже должно быть полезно и интересно. Тогда с текстурами наверное закончим. Пока перерыв 5 минут.